Здравствуйте, дорогие друзья! Новая неделя, неделя главы Шмении и неделя Пейсаха. 11-я Ниссана. 11-я Ниссана соответствует месяцу Шват, и как мы проживем, написано этот день, так мы проживем месяц Шват. Месяц Шват, мы знаем важный праздник Туби-Шват, год деревьев, мы молимся, чтобы мы, наше потомство, дали хорошие плоды, как деревья. И Мазаль, вот месяц Шват, это созвездие Водолея, чей знак это ведро с водой, сосуд. И мы молимся за то, чтобы и сегодня нам надо, чтобы Ашем благословил нас стать сосудами для получения изобилия. Потому что давать-то он дает, но не все люди представляют собой сосуд. Недельная глава Шмении, она рассказывает о кошерной пище в первую очередь. Вообще, наличие кошерной пищи можно определить, если так по-простому. Это такой созданный Богом квест с подсказками на земле, чтобы каждый человек, незаангажированный, мог спокойно убедиться в том, что книга Тора написана Богом. Каким образом? Ну давайте возьмем млекопитающих. Бог дает нам два признака кошерности. Животное должно быть парнокопытным, расщепленные копыта, и отрыгивать жвачку, жвачные. В Торе приводится четыре вида млекопитающих, имеющие только один признак кошерности. Это верблюд, доман, заяц с кроликом, у них только раздвоенные копыта. И свинья, у которой только жвачка. Теперь подумайте. В Талмуде написано, что нигде на планете вы не найдете дополнительного вида, обладающего только одним видом кошерности животного. Но разве Маше должен был рисковать таким заявлением? Он же не зоолог, не побывал в Америке, Южной, Северной, в Австралии, на Амазонке. Может там найдут животное через три тысячи лет. И тогда вся Тора будет поставлена под вопрос. Зачем ему такой риск? Дело в том, что так пожелал создатель. Для того, чтобы каждый желающий получил доказательство того, что написано это именно хозяином мира, нигде не нашли пятого создания. Еще и как искали. В 19 веке Академия наук в Великобритании отправила целую экспедицию во главе со знаменитым куком, чтобы найти пятое животное с признаком кошерности, чтобы развенчать религию. Дальше еще круче. Смотрите, из рыб можно кушать только тех, у кого имеется чешуя и плавник. Более там двух тысяч раз не сказано в Мишне. Нигде в мире не обнаружите рыбу, обладающую чешуей, у которой не было бы плавников. Слушайте, но кто знает, моля, что все исследовали, был в Машире Бейн, был в Антарктиде, был в скважинах на 11 километров. Нет. Позднее на глубине 11 километров открыли вообще какие-то новые животные. На 30 тысяч рыб открыто. И нигде никто никогда не нашел что-нибудь, что могло иметь только чешую или отдельно та, которая не сказала. Почему так? Потому что Машир не волновался. Ему хозяин мира сказал, что он знает, что у него есть, что у нас нет. Окружающая нас природа, вот суть вообще еще кашрута, делится на 4 вида. Неживая природа, растительный мир, животный мир и человек. Обратите внимание, что в отношении неживой природы, растительного мира, там то же самое, никаких проблем нет. Кушай только то, что полезно, не ешь то, что там может отравить, и все. Когда животное, все, начинается кошерное, некошерное. Почему? Потому что чем выше статус вот этой в объекте, который мы поедаем, духовной энергией, влияющей на человека, то тем важнее смотреть. В животном мире есть энергия негативная, и может отрицательно влиять на человека. Все это некошерное. Животное, обладающее позитивной духовной энергией, кошерное. Оно помогает нам разбираться в себе, в каше, в голове, потому что написано, кашрут, да, кашрут помогает. Но самое главное, это он помогает нам искать хозяина мира, потому что тут ясно все написано. Любой незаангажированный человек, просчитав вероятность того, что такое могло быть, скажет, все, я все понял. Надо везде искать Бога. Знаете, был такой Элли Визель, бывший ученик Звенцева, профессор, писатель, лауреат Нобелевской премии. Его спросили, вы прошли такие испытания, в концлагере, вы все еще верите в Бога? Он ответил, после всего, что я прошел, как можно не верить. Каждый, кто пережил войну, видел смерть, он когда выжил, он видел Бога. А если спасся, как можно не верить? Мы должны укрепляться в своем сознании, что есть хозяин мира, верить и убедить себя в том, что все в мире по его воле. Даже когда нам кажется, что трудности или несчастья, они все от Бога, да, несмотря на... Мы не понимаем, но у них есть что-то такое, что должно на пользу нам идти, мы не понимаем этого. Мы не понимаем. Написал Альтер-Эбе, все тяжелое и неприятное, тоже к добру, только оно не раскрыто и невидимо взору человека. И вот поверив в то, что с Божьей помощью мы достигнем такого духовного уровня, что добро всегда будет открыто, и верить, что все к добру, вот тогда это... Что мы говорим в утренней молитве? Сейчас человек, который подчиняется твоим заповедям, Брахава Ацлаха, чтобы у нас было только хорошее, если не дай Бог мы касаемся чего-то негативного, чтобы оно тоже было открыто, ясно и уходило побыстрее. Брахава Ацлаха, всего самого лучшего.